Права человека, права личности – вещь замечательная. Любая война, в том числе террористическая, есть ограничение прав человека и прав личности. Если у вас есть война, вы обязаны носить с собой документы и предъявлять их патрулю. Вы не можете ходить по городу в комендантский час. Вас заберут и посадят до выяснения. И так далее, и так далее, и так далее. Безусловно, это никому не нравится. Если вы в войне, вы что должны делать? На сегодняшний момент идет террористическая война. Она масштабная. Это действительно всемирная война, мировая. Это не обмен ядерными ударами между Советским Союзом или Россией и Соединенными Штатами. Но она ведется на всех континентах. Война исламского террора, которую из вежливости мы называем исламистским, против, во-первых, всего нерадикального в исламском мире, а во-вторых, всего не исламского вообще. Как светского, в первую очередь, так и христиан, евреев, индуистов, китайцев на соответствующих фронтах. Аль-Каида давно превратилась в бренд и переводческое бюро. В том числе существует более 17-18 тысяч сайтов. При том, что в начале 2000-х был один, Аннеда на арабском языке. А сегодня на всех языках. Где вы можете увидеть рецепты приготовления взрывчатки, и как ее закладывать, куда закладывать, расписание самолетов и поездов, как создавать ячейки, как вести себя на допросе. Серии фильмов, которые должны вас ввести в мир джихада. Мультфильмов для детей младшего школьного возраста, вроде Аль-Каида на аравийском полуострове. Замечательный голливудский стиль мультфильм. Рок и рэп музыки для подростков. Сегодня в джихад вас втащат на любом возрасте. Нужно ли пресекать такого рода интернет-ресурсы? Да, конечно. Нужно ли понимать, кто там пользователей, фиксировать, кто эти пользователи, пока эти ресурсы не уничтожены? С моей точки зрения, да, конечно. Потому что если человек постоянно висит на ресурсе террористов, значит, надо знать, кто этот человек. Точно так же, как надо знать, кто висит на интернет-ресурсах садистов, докхантеров, педофилов. Этих людей надо знать. Они и есть. Те, кого следует назвать целевой аудиторией силовиков. Является ли это нарушением свободы их личности, тайной присутствия в интернете? Да к дьяволу свободу такой личности. Иначе нас просто всех не будет. Что же теперь поделать? Тут выбирать. Продолжение следует...